здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня у нас в гостях а программа у нас состоит из двух частей гостей много первой части два гостя и во второй части в первый руководитель детского кукольного театра студии волшебники любовь алеева вместе с одним из воспитанников театра студии учеником 5 класса прохором семью семиным которые пришли к нам сегодня в студии для того чтобы рассказать нам о том что же такое кукольный театр сегодня здравствуйте здравствуйте а как вы познакомиться со всеми я старый серый волк вот вот так я старый серый волк прохор семин ученик 5 класса воспитанник театра студии вот этого замечательного кукольного театра студии волшебники почему кукольный театр как как родилась идея то объясню ну во первых мы тут как после института мы режиссеры драматического театра но вот очень тяжелые 90-е годы по не конец да в общем ну теряем поколение мы же понимаем ну да да и работать обычным театром было тяжело в тот момент а поколение это дети теряем и поэтому мы решили что нужно организовывать и работать с детьми с куклами потому что куклы они же с нами всю жизнь но за родился человек с куклой так и умер человек можно сказать почти с куклой и поэтому вы взяли кукольный театр и и стали с ним работать мы в школе работали с куклами когда еще сын учился муж работал несколько много лет в театром в театре актером ну и вот мы подумали решили что мы будем делать кукольный театр в нашем люберецком районе поскольку их не было ни одного а вот так решили потому что куклы чудо и мы это чудо совершили открыли театр отработали много лет и после того как мы покинули театр мы думали что мы сможем сидеть дома оказалось нет да и сейчас очень модно у нас делать при библиотеках разные клубы по интересам и вот есть такая библиотека центральная детская там замечательный директор атонина владимировна гонза и она два года нас уговаривали она мечтала об этом ну и мы пошли набрали детей и стали работать с этим кукольным театром дети чудесные это те дети которые актеры дети которые приходят смотреть нас тоже чудесные то есть радость и до аплодисменты ему нет но аплодисменты само собой и мы видим что наша работа зря не проходит вы можете сто раз сказать ребенку что нельзя есть мороженое три раза в день а а он тебе не поверит а если он увидит в спектакле что чебурашка объелся мороженым и все голос потерял и заболел а я сразу поверить и не будет так делать и так во всем дорожу проповедуем и видят дети что добро побеждает зло а зло это плохо понятно прохор а как вы пришли в театр кто кто вас привел меня привела мама сначала было сложно потому что куклы было сложно держать она была для меня сначала очень тяжелая а потом постепенно начинаешь привыкать оставь богатов а можно куклу вы попробовать да или это какое-то действо таинства не можно до пробовать значит она выясни как надевать куда вы видите туда места дата сначала продеваем палец в голову за засовываю сюда руку да так а вижу вижу вот она голова если мало можно два пальца и потом попасть в это большой большой маленький палец вот так вот так не надо держать это гитлер капот а вот ручки тогда вот так вот так вот так да и туда-сюда ими от эти можно я поздороваюсь с телезрити программа открытый диалог здравствуйте похоже я морю шикарно так начал куклы сначала были сложности да потом по себе начинаешь привыкать и и уже полегче а потом мы нам дали любовь алексеевна большие куклы мы уже с ними начинали работать на каждом выступлении мы с ними приходили при да все дети здоровались с ними выжимали руку и все а вот страшно было когда они же видят да что да вот такой замечательный прохор семин идет они больше на куклу смотрели или на вас а наверное даже больше на куклу значит это хорошо потому что если плохо работает кукла значит будет смотреть на того кто работает а как проходит занятие любовь алексеевна это же все-таки творческий раз да конечно вот прохор сейчас сказал что рука устает хочу сказать что кукольный театр это тяжелый физический труд кукольники на пять лет на пенсию выходит раньше вот даже да потому что вот представьте себе вот с этой рукой мой спектакль да не только она репетициях ты несколько часов стоишь да то есть каждый 40 минут перерыв ну к этому надо подойти и мы работаем сначала с ребятами как с обычными драматическими актерами мы занимаемся с ними сценической речью но поскольку кукольники всегда стоя работают мы стараемся чтобы даже занятие по речи были у них 100 в движении на в движении да вот они делают там замечательно вчера снимали фильм может покажут в движении делать скороговорки двигаться время говорят кукольник же говорит и в это время ведет куклу ну то есть корабли лавировали лавировали они вы лавировали да умеете говорить так мы мы скажи ехал грек и ехал грека через реку видит грека в реке рак сунул грека руку в реку рак за руку грека ца хорошо а теперь скажи цапля чахла давай все сделай как надо поднимая ручки цапля чахла цапля мокла цапля сдохла ну почти не повезло цапле да актерское мастерство вот да я хотел еще такой вопрос адресовать дети ведь в чем прелесть детей это их некая непосредственность то что взрослому актеру иногда то что исчезает иногда из профессии за детское восприятие жизни да 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 вот это какой-то особый такой жанр актерское мастерство для детей конечно какие-то такие же законы как и для взрослых как там ну за взрослом театре дети конечно верит больше даже чем естественно больше чем взрослые и все занятия по актерскому мастерству проходят в форме игры а они даже не думают что они замечают я пусто не не буду что они учатся они не замечают они дайте поиграем вот эту игру дайте зубу дракона на игра зуба дракона допустим это игра которые учат детей такому вниманию что даже вот расскажу у нас был ремонт в зале это и женщина которая ремонтировала там все я вну вы только не слышите этот звук а слышите звук когда зачатили дракон там сидят ну претенденты на его зубы здесь лежат зубы дракона нужно он за вежливыми глазами сидит он нужно подойти взять зубчик и уйти все она сделать это нужно беззвучно если дракон услышал что он делает а он показывает пальцем говорит абракадабра когда этот человек становится драконом мой занимает его место занимает его место и поэтому дети настолько здорово вдохновляют ведь они идут они такие красивые они не думают как они выглядят вот молодежь они зажимаются я не так выгляжу да 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 руки ноги они ни о чем не думают они не помню они идут с таким вниманием и слышат только то что происходит здесь а вот то что там наверху не снимать но женщина говорит я не могу работать играйте и села наверху там на свои каких-то таких и сидела смотрел у нас сейчас занятия идут ну вот эту игру она смотри дети играют и в это время они приобретают навыки которые потом в жизни пригодятся сосредоточил внимание вообще-то и не думаешь что там происходит и актерская игра тоже в жизни понадобится это сто процентов очень да вот потому что вся жизнь игра да у меня такой вопрос прохор а вот как эти куклы они кто-то их делает вам как-то вот кто кто-то назначает или они откуда-то берутся сами по себе но их готовы сделано сделано нам привозят мы начинаем с ними работать много кукол у вас много ну сколько на каждый спектакль своей куклы пока у нас у вас и не по одной и не по одному да то есть а роли вот например прохор одно роль играет или несколько я одну одну все все по одной роли играют сколько детей как вообще делается набор вот потому что нас сейчас смотрят потенциальные папа мама ну вернее потенциальные участники вашего театра куда приходить то есть это центральная детская библиотека которые находятся сзади сзади торгового центра орбита на высшей школе очень известная на 30 лет на этом месте и там такие энтузиасты все вот значит этот наша студия занимается по субботам обязательно в часу дня а среди недели как получится наши талантливые дети они все в разных кружках да и очень сложно собрать поэтому среду у нас боль меньшая часть занимается в субботу все значит и мы учим детей вот он про куклы спрашивали учиться все надел каждый надевать по кукле и мы сначала ходим с ними вырабатываем походочку да вот так чтобы рука была под прямым углом как кукла появляется как она исчезает на счет 4 выходят а не проваливается она должна уйти память и отыграли бах да вот а тут нужно все и мы вырабатываем это в процессе прежде чем выйти на шерму много-много проходит работа вот просто ногой все дети талантливые любой может остаться вашей студии дети талантливые все просто кто-то больше кто-то меньше понятно все ясно прохор еще один вопрос вам и будем завершать нашу первую серию нашего небольшого кукольного спектакля а как вы получили роль вот такую замечательную а у нас выбирается роль сначала нам дает текст так нам дают неделю чтобы его освоить прочитать много раз потом у нас идет репетиции кому больше по голосу роль подходит тот и берет эту роль из а вот доволен что волк попался то а я волком только тут я только тут в а так ты кто в театре я играю генотиком и но это очень трудный роль 15 минут и нотик у которого еще рот открывается не уходит со сцены одни персонажи уходят приходит знаете и ночь к нотик звезда все время да да так вот он последний раз мы вчера снимали когда он и сам играет и рот и нот открывает и вдруг у него выходят к нему и ленок и там мальчик второклассник что ли первоклассник даже хороший тоже мальчик но не достает и он сам играет и его за руку вот так поднимает молодец нужно опытный опыт прохор желаем удачи вот осваивать новые роли волк тоже характерный персонаж да когда говорим вот льва алексеевна вам огромное спасибо мы сейчас с вашим дуэтом вынуждены попрощаться но после перерыва к нам придет насколько понимаю ваш супруг до который с течением обстоятельств работает режиссером детского кукольного театра студии волшебники с которым мы все это вместе придумали и к нам присоединиться еще ваша коллега актриса так правильно актриса валя валентина семенова и так в первой части нашей программы мы познакомились с руководителем детского кукольного театра студии волшебники это любовь алексеевна аллеева и также воспитанник театра студии ну и так понимаю уже бывалый воспитанник прохор семен а вот во второй части у нас будут другие гости но все равно из этого кукольного театра напомню что эта программа открытый диалог сегодня говорим о кукольном театре о замечательном кукольном театре у нас в гостях во второй части заслуженный работник культуры российской федерации режиссер детского кукольного театра студии волшебники владимир аллеев и вторая участница этого проекта как сейчас модно говорить воспитанница театра студии валентина семенова здравствуйте и как у нас уже в этой программе повелось как бы заяц поздоровался бы со всеми зрителями вот такой скромный заяц ищет переживание морковка морковка ему хочется морковку нужно заработать вот сейчас будем зарабатывать владимир михалов скажите пожалуйста вот мы выяснили ваши супруги которые являются руководителем театра студии любви алексеевны что идея когда-то даже не рассматривался до кукольный театр вот он вдруг появился вашей жизни как вы как актер как человек театра относитесь вообще к вообще кукольному театру именно к этой разновидности искусства кукольного театру кукла вообще ну как человечество появилась ровесница куклы и с ними и куклы развивались и все появлялось и все проигрывалось и наш и те дети проигрывали с куклами ситуации и сегодняшние дети поэтому то есть кукла это отражение это однозначное отражение и опробование каких-то ситуации даже об жизненных которые пробуются с куклами а потом приходят к нам жизнь как обычные ситуации и уже разыгрывается более более знамо потому как это уже опробовано понятно валентина скажите а как вы пришли в кукольную театр студию кто вас привел наверное отбивалась тянули да дело в том что и до этого я ходила в школе на театральной и в той же библиотеке тоже одна девушка вела тоже театральная и там еще был дополнительный год то есть я занимаюсь 4 так уже актриса вы уже стопроцентно актриса только говорит почему-то актриса тихо где же актерский голос да где смели ну правда заяц за это же он такой в образе вас ли вы в образе тогда а валентин а вам когда назначают эти роли вы сами выбираете или вам придать на просто вот сказать я хочу зайца я хочу зайца иногда преподаватели а иногда ну ты сам можешь сказать что не попробовать и попробовать хочется лисичку хочется заявить и попробовать вот и ей хочется лисичку она вчера позавчера там когда были занять она пробовала уже надевала ее так как она подходит к ней тут же ведь очень важная актеру в жидко в это дал образ жицы из жицы с образом потому что в профессиональном театре тоже такое очень часто встречается например я совершенно четко знаю актрис которые скажем при назначении их на какую-то роль просят эту куклу дать им домой а чтобы она дома в домашней обстановке а с ней пообщалась побыла с ней по привыкла как интересно да это так это это зачастую такое и потом она уже приходит на репетицию совсем другая то есть этот как бы единое целое образовывается вот этот момент очень важный то есть вот понимание куклы как соучастницу твоего сопереживания которые вот вместе с тобой может образовать единое целое образ вот он образ и создается в связи с этим понятно валентина скажите а вы же наверно смотрите иногда кукольные мультфильмы именно кукольные да и вы уже знаете да как эти куклы работают уже тоже себе подбираете кого бы вы могли бы сыграть да ну да а кто больше играет куклы или вы на тот момент когда ты играешь куклой мне кажется что ты одна целая нельзя сказать что ты больше играешь кукла больше играет вы кукла помогает вам если чё-то ну дайте настроение может быть тут что-то плохое плохо спала и так далее кукла помогают вот я к чему веду владимир мне кажется что это же еще хорошая такая история что это позволяет какую-то ответственность да и свежими кукла это почти такой прообраз будущего ребенка можно да то есть это настолько то есть кукла не может ничего сказать до тех пор пока человек который с ней не не сольется с ним в единой только тогда потому что можно заявить куклу на ширме и сразу видно какое у нее настроение у актрисы куклы это все отображает это очень видно очень видно все кто с этим занимается понимает что да поэтому не случайно скажем у нас спектакли очень есть положительные есть отрицательные но отрицательные отрицательные они настолько что с ними можно поладить договориться договорились говорили что можно их как-то обратить в свою веру а ближе приблизить к добру добру пониманию того что происходит вообще по жизни и может быть даже и помочь поэтому вот куклы они темы сильны что будущее с человеком они как бы помогает человеку проигрывать все ситуации которые могут быть которые могут быть разу и человек тоже старается чтобы кукла помогла ему в решении этих проблем это вот она происходит очень незаметно но это так а вот такой вопрос валентина скажите вот вы проводите спектакль а как вы считаете кому аплодирует зритель вам как актрисе или кукле они ж куклу видят вас они не всегда видят да ну вы же за ширмой находитесь иногда правда есть такие спектакли когда и видно мне кажется они аплодируют ну всему симбиозу когда вы вместе с куклами вместе они радостно смотрят спектакль дети которые приходят на представление радуются потому что все происходит за ширмой но вы же чувствуете когда они аплодируют огромное когда выходите перед ширмой а когда выходите перед ширмой видите как вам аплодируют ну да перед ширмой видно ну радостно не говорят фу как некрасиво было или хлопают планирует значит нравится понятно я хотел еще спросить на них а как вот набирается коллектив вот вы же все-таки режиссер обратите внимание актриса звучит фраза актер как вы с ними ладить и потому что дети они же сами по себе уже актеры это так это тогда все правильно можно по этому поводу улыбаться но факт остается фактом как мы ладим да очень просто но ведь знаете известная фраза научить нельзя научиться можно вот по этому принципу мы и разговариваем и ведем беседу очень хочет не очень хочет от нечего делать пришел и бывает такое что пришел ну ладно я побуду тут немножко оседают на годы это сколько угодно и в профессиональном театре такое происходит и у нас точно так же вроде бы ну да но я пока побуду посмотрю а глядишь уже опять приходит и опять приходится и втягивается и уже интересно и хочется эту куклу попробовать а как это получится у нас есть мальчик который очень влюблен в кощей бессмертно и вот он прям вот найти для него это образ который он так старается его обыграть мало того нова берет домой там что-то прилаживает с мамой с папой ему корону там его подкрасить там сделать подправить подправить то есть это вот вот это вот вот человек вживается в и когда мы пробуем этюды а этюда обязательно как в любой актерской игре только здесь с куклами но естественно сначала проговаривается сами актеры проговаривают а потом уже берут куклы и вот уже получается образ какой-то единый и вот они пробуют и что же получается и как это получается и какой текст наговаривается и что можно в этой ситуации сказать и что нужно сделать персонажу который кукол но я естественно ей самой или ему самому тоже так же ты все принять и воспринять и выдать и вот когда это все выдается когда это все подается на зрителя то неважно находишься за ширмой или нет потому что вот то что ты отдал туда за ширму ты получаешь из зала сторицей что энергетика энергетику чувствуешь и поэтому когда ты сыграл спектакль и знаешь что ты старался и ты сделал и получил отдачу такой кайф но другого слова не родишь а валентина скажите вот дома не знаю новый год праздники вы можете дома свой собственный кукольный спектакль устроить если захотите но это у меня когда мне было с 5 по 8 лет как вы говорите да нет по 9 уже это уже традиция была я устраивала дома спектакль да с билетами или бесплатные но замороженное можно было если фантики считать билетом то да о как чувствую образ зайца уже сейчас подходит немножечко хитрая да и лисичка михалыч финальный вопрос нас смотрят сейчас жители которые видят что вот есть такой замечательный театр он работает и так далее как в него попасть в театр попасть доска нам достаточно просто он находится в центре любериц это библиотека бригантина и можно всегда туда зайти сказать что я хочу заниматься в театре кукол там его запишут там возьмут его телефон тому скажет когда будет ближайшие занятия и нет никаких проблем и естественно придет мы поговорим посмотрите до кастинг кастинг очень кастинг родителям тоже производится конечно потому что как родители к этому относятся момент тоже очень важный потому что кто-то относится очень серьезных ведь ну понятно это дети понятно что не все будут актерами да понятно но если она с детства увлекается куклами если у нас есть мальчик который приходит к нам и приносит целый набор кукол которыми он играет дома эта заявка очень такая серьезно серьезно так валентина мы должны сейчас завершать нашу программу задание маханька как бы заяц попрощался бы с телезрителями до свидания морковка полезные вот видите так просто и легко морковка действительно полезная не зря я вчера купил целый килограмм морковки знал бы принес спасибо большое хочу еще раз представить вам режиссер детского кукольного театра студии волшебники владимир михаевич аллеев и вторая участница этого замечательного театра студии валентина семенова спасибо вам большое успехов вам в творчестве новых спектаклей много зрителей и новых кукол ну и конечно же успеха в реальной жизни всем спасибо спасибо большое это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко до свидания